Сегодня вечером и на протяжении этого курса я буду говорить о проблеме, которая очень часто встречается среди европейцев. Это такая проблема, как отрицательное отношение к самим себе, низкая самооценка. И это может даже доходить до крайности, когда мы не просто не любим себя или не принимаем себя, но когда мы действительно ненавидим себя. И очень интересно, что эта проблема не встречается у всех людей на нашей планете. Например, тибетцам это кажется довольно странным и чуждым. Я был на одной конференции с его святейшством Далай-ламой и была одна группа ученых, видимо это были психологи. Или может быть какие-то другие ученые, я точно не могу сказать. И возникла эта тема, связанная с низкой самооценкой. И его святейшство очень удивился, он никогда бы этой проблеме не слышал. Ему было не просто поверить, что действительно западные люди имеют этот подход, это отношение к себе. У нас было около 20 человек на этой конференции, и он спросил каждого лично, действительно ли у вас есть такие чувства к себе. И мы сказали, да, каждый сказал да, и его святейшство было действительно очень удивлён. И можно предполагать, какие причины у этого. Почему это происходит с нами по сравнению с тибетцами? Я вот, например, жил в Индии среди тибетцев 29 лет. И одна из догадок, которая у меня возникла, что это связано с тем, как мы растим детей. В традиционных странах, в Индии, в Тибете и также, например, в средневековой Европе и в других традиционных странах, таких как страны Африки и Латинской Америки. И других частях Азии, помимо полуострова Индостан и Тибета. Дети никогда не разлучаются с матерью или старшей сестрой. Мать всегда носит ребёнка или на спине, или где-нибудь около своего бока, то есть ребёнок находится в постоянном соприкосновении с матерью. И я думаю, что благодаря этому дети, особенно очень маленькие, чувствуют себя защищёнными. Если же мы посмотрим, как западные люди обращаются с детьми, очень часто они их оставляют в одиночестве, в коляске или в колыбели. И они успокаивают их только, когда дети начинают плакать, они берут их на руки, и то в лучшем случае. И если ребёнка таким образом оставлять в кроватке, то у него появляется ощущение, что он брошен, и очень сильно чувство неуверенности. И если мы посмотрим на коляски, в которых обычно западные люди носят или возят детей, когда гуляют. Ребёнок находится перед матерью или отцом. Маленький ребёнок сидит в коляске и непосредственно смотрит, перед ним проезжают большие грузовики. И это довольно страшное зрелище, я в этом вполне уверен. В то время как в традиционном обществе ребёнок будет находиться за спиной у родителя, и смотря на все эти грузовики, на дорожное движение, он будет чувствовать защиту, потому что он в соприкосновении с этим человеком, с родителем. Таким образом получается, что дети с очень раннего возраста чувствуют, что с ними что-то не так, и потом это как раз вызревает в низкую самооценку. Я, конечно, не могу точно сказать, что это именно так, что моя догадка верна. Но, во всяком случае, это должно быть один из факторов, с учетом того, что если мы сравним, как растят детей у нас в западном обществе и в традиционных обществах, и то, что у нас есть эта проблема низкой самооценки, а там нет. И, кроме этого, в обществе, где обычным является соревнование, мы зачастую можем чувствовать, что я недостаточно хорош из-за того, что мы не выигрываем. Как бы то ни было, вот такова наша проблема, с которой мы встречаемся, низкая самооценка и ненависть к себе. И если мы посмотрим на буддийские учения, то они могут помочь нам преодолеть страдания, каким образом, с помощью устранения причины этих страданий. И если среди причин страдания, среди причин нашего несчастья, в том числе и наша низкая самооценка, то, если мы уверены в действенности буддийских методов, мы, наверное, найдем среди них и способ ее преодолеть. Может быть, кто-нибудь из вас знаком с программой, которую я разработал, она называется «Развитие сбалансированной чувствительности». У меня есть книга, которую я написал, и в том числе она есть на сайте, и она переведена на русский. В этой книге я собрал различные буддийские методы, и специально их таким образом применяю, чтобы они помогли нам справиться с нашими именно европейскими проблемами, которые в тех традиционных обществах, может быть, и не очень сильно акцентируются. В первую очередь, это проблема нечувствительности или нечуткости к себе и к другим. Или, наоборот, когда мы сверх или избыточно чувствительны, когда мы очень легко чувствуем обиду. Или та проблема, что мы не чувствуем своих собственных чувств или своего тела, то есть мы как бы отчуждены от наших собственных чувств. И другие подобные проблемы. К настоящему времени уже 12 лет этой программе. И с тех пор также я разрабатывал и другие программы, которые направлены на решение тех проблем, которые не обсуждаются в этой книге. И в частности, там и решается проблема, как нам жить более цельной жизнью, потому что в современном обществе мы зачастую чувствуем, что наша жизнь как бы раздроблена, что мы раздроблены на части, и у нас нет этой целостности. И эти работы также есть на моем сайте. И вот еще одна моя программа или курс, который направлен на преодоление ненависти к себе. И здесь, в Москве, во время нашего первого уикенда, я буду ее в первый раз объяснять. Это не означает, что здесь, в Москве, у людей больше проблема с низкой самооценкой, чем в других странах или других местах. Просто именно сейчас возникла возможность провести этот курс. И эта программа состоит из вполне определенного набора буддийских учений. Это традиционное упражнение, которое называется уравнивание отношения к себе и к другим, и замена себя на других. И этот метод позволяет нам преодолеть себя любие, когда мы заботимся только о себе и не обращаем внимание на нужды других. И также один из последующих шагов в тренировке. Здесь практика Тонглен – принятие и даяние, когда мы предпринимаем дальнейшие шаги, затрагивая ряд также других вопросов. Тонглен – это тибетское название, но поскольку многие люди знают его, я его использую. И в этой практике мы представляем, что мы принимаем на себя проблемы других и относимся к ним столь же серьезно, как мы обычно относимся к своим проблемам. И взамен мы предоставляем этим людям решение, то есть мы даем им счастье. И в одном из текстов тренировка состояния ума из семи пунктов. И здесь тренировка состояния ума – это название всего этого жанра учений. И в этом тексте говорится начните с себя, с своих собственных проблем. И проблемы здесь имеются в виду такие, как наша старость, наши болезни. Также забота о наших родителях, которые также болеют и стареют. То есть те наши проблемы, о которых мы часто и вовсе не думаем. Или, например, обеспечение нашей семьи после того, как мы умрем. Это тоже относится к тем проблемам, которые нам нужно решить. И вместо того, чтобы не думать об этих проблемах, мы вместо этого стараемся решить их уже сейчас. Мы представляем себе эти проблемы и думаем, действительно ли мы готовы к ним психологически, эмоционально. Во всяком случае, мы рассматриваем их в своем уме. И это, конечно, очень и очень полезная практика. Мы можем применять ее в нашей повседневной жизни. Бывает, что мы хотим что-то предпринять, у нас есть план А. Как говорил мой учитель Ценшап Сирком Каренпаче, на случай, если план А не сработает, обязательно у вас должен быть план Б и В. Например, один из моих учеников собирался поехать учиться в другую страну, и он хотел получить визу, но у него не было запасного плана Б на случай, если ему визе откажут. И это очень опасно. Ему не выдали визу. И в это время уже успел пройти срок подачи документов в другое место, куда было бы пойти учиться проще. Но ему очень повезло, он попробовал еще раз и с третьей попытки он эту визу получил. Но эта стратегия очень полезна, если вы хотите что-то сделать, важно иметь запасной план на случай, если ваш первый план не сработает, чтобы вы не остались ни с чем. Итак, основной смысл в том, что в этой практике принятия и отдавания, или принятия и даяния, первый пункт начните сами к себе. После чего есть целая серия последующих шагов, которые мы делаем после первого занимаясь этой практикой. И я подумал, почему бы действительно не начать с этого первого шага, с наших собственных проблем, и тогда я решил создать или изобрести этот метод. И те различные шаги, которые есть в этой практике и которыми мы обычно занимаемся, думая о других, мы направим на самих себя. И будем размышлять, будем применять эти шаги в отношении своей жизни в разных ее периодах. Now, we don't have very much time this weekend, and actually there are many steps, and in order to really benefit from this, I think it needs to be done slowly over quite a number of sessions, more than the number that we have available this weekend. К сожалению, у нас не очень много времени, а шагов здесь довольно много, и я думаю, что для того, чтобы полноценно пройти эту программу и получить наибольшую от нее пользу, нужно очень медленно продвигаться по всем этим шагам. И здесь я вкратце расскажу об этом методе, мы его попробуем, и после этого эти записи будут доступны, в частности, на моем сайте, и вы сможете впоследствии более подробно уже с этой программой ознакомиться, пройти ее. И каждый из этих шагов включает медитацию, то, что мы можем назвать медитацией, а именно размышления о себе, о своей жизни, о различных аспектах, И, как и в случае с курсом развития чувствительности, я должен предупредить вас заранее, что во время этих медитаций может возникать различные эмоциональные остаток или различные эмоциональные препятствия, помехи. И если вам покажется, что возникающие эмоции слишком сильны, то просто не делайте тот или иной шаг. И, в любом случае, у нас нет много времени, чтобы потратить очень долго на каждый из шагов, поэтому мы скорее просто попробуем, ощутим вкус каждого из них. Хорошо? Хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы? Хорошо, тогда давайте начнем. Первый шаг этой техники – развитие беспристрастности в отношении себя. И здесь, когда мы говорим о беспристрастии или о равностности, есть много разных типов беспристрастия. Мы имеем в виду такое состояние ума, которое свободно от влечения, от отвращения и от безразличия, когда мы просто не осознаем. И традиционное объяснение этого безразличия к себе – это не что иное, как наивность в отношении себя. То есть мы наивны в отношении своего существования, мы не воспринимаем себя всерьез. И наша цель – несколько расчистить вот эти три беспокоящие состояния ума. Мы, конечно, не сможем полностью от них избавиться за короткое время, но во всяком случае мы расчистим и сделаем как бы гладкую, ровную почву для того, чтобы на основе этого мы смогли зародить какие-то положительные эмоции в отношении себя. И я хотел бы здесь провести три шага, каждый из которых будет состоять из множества частей. Первое – это что мы сделали в своей жизни, наше отношение к тому, что мы сделали. И второе – как мы относились к себе в нашей жизни. И третье – это разные черты нашей личности, какие-то из них нам нравятся, какие-то нет. Как видите, это будет довольно личностное упражнение, где мы будем работать на очень глубоком личностном уровне. И дело не в том, что мы обязательно должны с кем-то делиться этими переживаниями, но нам важно смотреть непосредственно на самих себя. Итак, сначала мы будем рассматривать, что мы делали в своей жизни. И мы обратим внимание на три разных ситуации. Во-первых, ситуацию, когда мы сделали крупную ошибку или где-то потерпели поражение. Во-вторых, ситуацию, где мы достигли успеха. И, в-третьих, ситуацию, когда ничего особенного в нашей жизни не происходило. И давайте исследуем наши чувства в отношении каждой из этих ситуаций. Итак, сначала давайте вспомним ситуацию, когда мы допустили крупную ошибку или потерпели поражение. Поражение – это может быть что-то связанное с нашей работой, или это может быть ошибка и поражение в наших отношениях, когда у нас возникает чувство, да, вот действительно я все испортил. Возможно, в нашей жизни было несколько таких ситуаций. Но нам для этого упражнения достаточно выбрать только одно, и если нам кажется, работать с этим тяжело, то не выбирайте самые болезненные из них. Итак, мы думаем о нашем промахе, и мы ждем, пока у нас возникнет чувство, как я ужасен. Я уверен, что когда мы допускаем какую-то серьезную ошибку или в чем-то терпим неудачу, то зачастую мы используем даже более грубые выражения в отношении себя. Субтитры создал Delol deragemичок Уже Продолжение следует... 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 Мы думаем о том, что иногда мы достигаем своего, иногда нет, точно так же, как и любой другой. Так что нет ничего особенного в том, чтобы иногда совершать ошибки, это происходит со всеми. Продолжение следует... 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 У меня приходит на ум игроки футбол, когда они забывают гол, они так махают рукой, говорят, да, я это сделал, то есть очень гордятся собой. И мы И теперь мы думаем, а почему нам кажется, что мы особенные, что мы так чудесны? Потому что я что-то сделал очень хорошо, я добился успеха. Но ведь я не во всем достиг успеха, и зачастую я терпел неудачу, не правда ли? Опять же, ничего особенного. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И again, мы решили, что, similar to what we had with failing, И точно так же, как и в случае с нашей ошибкой, мы принимаем решение быть более беспристрастными, и если мы в чем-то достигли успеха, то у нас нет такого ощущения, насколько я вообще чудесен и прекрасен, и нам хочется подойти к зеркалу и поцеловать себя. Другими словами, это спокойное состояние ума. Когда мы говорим о беспристрастности, мы говорим о спокойствии. Если терпим мы поражения или мы успешны, в любом случае мы сохраняем спокойное состояние ума. И это спокойствие не означает, что мы ничего вообще не чувствуем. Мы хотим устранить беспокоящее состояние ума в отношении или победы, или поражения, или хотя бы в какой-то степени, или в конечном счете полностью устранить. Чтобы вместо этих беспокоящее состояние ума, взяв за основу это спокойное состояние, мы смогли развивать положительное. И если мы что-то сделали не так, вместо того, чтобы чувствовать вину и стремиться себя наказать, мы просто чувствуем сожаление. Мне очень жаль, что я все испортил, и я в будущем постараюсь не повторять это. И этот подход, он очень сильно отличается от чувства, как я ужасен, я плохой человек. И вместо мысли, что какой я расчудесный, когда мы в чем-то достигаем успеха, что так же довольно беспокоящее состояние ума, связанное с гордостью и высокомерием. Нам хочется в себе как-то вознаградить за это. Мы просто сорадуемся, мы радуемся этому. Я счастлив, что это так. Как говорил великий индийский буддийский мастер. Если мы будем хвалить нашу руку за то, что она кормит рот и говорить ей, да, вот ты отлично справляешься, ты вот так прекрасно кормишь рот, это, в общем, довольно глупо, не правда ли? Не поймите меня неправильно, это беспристрастие не означает, что мы подобны роботу и просто ничего не чувствуем. Но мы стремимся иметь здоровые эмоции, а не беспокоящие. Итак, давайте вернемся к этой нашей ситуации и вместо того, чтобы чувствовать вот это, да, я такой молодец, я просто восхищаюсь. Восхитителен, мы вместо этого чувствуем то, что мы в буддизме называем радостью, то есть мы чувствуем счастье. Спасибо. 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 Welcome. Now we think of the third situation. Теперь мы думаем ещё, об одном, о третьем случае, when nothing significant was happening in our life. either we're failing at anything or succeeding at anything, just going through our usual life. And what do we feel about that? How boring. Isn't it? Да, правда? Don't we? How boring, and we would just as soon ignore those aspects of our life. We're bored with ourselves, bored with life. And we let that feeling arise. It's time to咳. It's time to咳. It's time to咳. And we let that feeling. And while it's dealing with us, it's time to咳. It's time to咳. It's time to咳. It's time to咳. We let that feeling so seriously, and we'll be getting together. Продолжение следует... И теперь мы размышляем, почему мы себе наскучили, почему мы уже устали от себя Почему? Потому что ничего особенного не происходило Ничего такого, что нас бы приводило в восторг, никаких достижений, но и никаких неудач То есть все одно и то же, день за днем, довольно скучно Но если мы подумаем об этом, это не совсем так Во-первых, почему мы все время должны быть в восторженном настроении? Почему мы так думаем? Из-за того, что это в голливудских фильмах так? И, на самом деле, все-таки у меня есть какие-то достижения, есть какие-то неудачи, постоянно просто какие-то небольшие Я приготовил хороший ужин, это уже такое небольшое достижение, не правда ли? Я приготовил, ну, не очень хороший ужин Или, может быть, ужин, наоборот, получился плохой Или даже совсем незначительные вещи, например, я успешно сходил в туалет сегодня утром Например, если у нас есть проблемы с тем, чтобы сходить в туалет и нам это удалось, то это уже какое-никакое достижение То есть, моя мысль в том, что эти достижения не обязательно должны быть какими-то драматическими Мы нашли место для парковки Мы добрались до дома и не застряли в двухчасовой пробке Жизнь — это не одна сплошная скука Есть какие-то небольшие взлеты и падения И мы стараемся посмотреть на эти промежутки в нашей жизни, когда, как нам кажется, ничего не происходило И в отношении которых мы думаем, совсем ничего, как это скучно И мы можем увидеть на эти промежутки в нашей жизни Продолжение следует... 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 Ну, that's it. Вот и все. So, we try to reaffirm that, you know, if we have these false ideas of me, identifying with just, you know, one or two events, you know, and I'm stuck in that. Just, you know, say, this is garbage, this is not reality. Если у нас появляются вот эти проекции, нам кажется, что я – это всего лишь навсего какое-то одно или два события, то нам важно прийти к пониманию, что на самом деле это не так, это мусор. И когда мы представляем эти три события в нашей жизни, когда мы представляем самих себя в каждом из этих событий, мы, говоря «я» имеем в виду и то, и другое, и третье. Все меняется, и в нашей жизни происходят разные вещи. Мы не застреваем на каком-то одном событии. Соберем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И мы стараемся спокойно относиться к этому... Ко всей этой картине в целом... Мы не чувствуем ни влечения, ни отвращения, ни безразличия к себе... Мы открыты к каждому мгновению нашей жизни... Мы не преувеличиваем ничего из того, что происходило в нашей жизни... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И благодаря этому, на основе этого, мы можем развить более положительное отношение к себе... А в свою очередь, на основе положительного отношения к себе, мы развиваем положительное отношение к другим... Но сначала важно быть в мире с собой... Продолжение следует... 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 Я не видел это в такой степени в традиционных культурах. Я думаю, что как раз большая разница это... Говорим ли мы о традиционной культуре или о так называемом современном обществе? Продолжение следует... Я думаю, что чем больше появляется в обществе соперничества и... Возвеличивание побед, соответственно, тем больше и появляется таких настроений, как я неудачник, я проигравший и... связанных с этим проблем, я не выиграл. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Those who are older here? Yes, there were less of this self-hatred. Right, less of that attitude. And I think you'll find that in China as well. You know, with the rapid economic rise and competition in China, I'm sure that this has affected the people now compared to in the past. Yes, at that time there was less of this attitude to yourself. And I think that in China now there is a culture of competition and a constant economic growth. And this, of course, influences the psyche of people. And if we compare it to China in the past, we'll see this difference. You asked about Muslim countries. Well, there's a tremendous variation, variety between Indonesia, Saudi Arabia and Nigeria. These are incredibly different societies that have a great deal of Muslims. But in general, Muslims that I know are very proud and self-confident. And there's a big emphasis on equality of everybody in Islam. So, I don't think they have this so strong, this idea of self-hatred. And guilt. So, I think it's not such a strong feeling of fear of self-hatred and sexual assault. So, I think that there are so strong, it's a result of that in the past. То есть, в прошлом, вот было ли на Западе, как бы, вот это чувство вины такое, или это современный продукт? Ну, ну, он все зависит от самоуправления. Я считаю. and that certainly was evident in the Middle Ages. And there are still certain religions, Western religions, that emphasize that aspect, I'm a sinner. I think that, yes, this is a product of the modern society, but in some religions it is said that we are sinners, and with such a approach, this can also help the hatred of oneself, even in the Middle Ages, not only in modern times. So, I think there are many factors that are contributing to this attitude. So, there are many factors, because such a relationship is formed. But you certainly don't have in traditional Chinese or Hindu or Buddhist thinking the concept of being a sinner, not in, you know, sort of this biblical sense of sinner. And I don't know enough about Islam to really know how strong that concept is in Islam, of being a sinner. There is a very strong emphasis on forgiveness. Which you have in many forms of Christianity as well. Yes. Thank you very much for the meditation. I think that it is necessary to take place in life on the constant basis, so that not to be able to do it. I would like to ask, on the deep level of my experience, that there are people on this earth, that are more successful than, for example, I, or something else, right? But there are no more positive events in life. I understand that you are confident in that that all living beings form positive, negative, negative and neutral events. Right? Thank you very much for these meditations. I think it is very important to apply them in order not to forget these problems in our daily life. And you said that if we compare ourselves with other people, we, all of us, we have failures, we have succeed in our life, but nevertheless I feel that I have less achievements, for instance, as comparing to other people. And the easier point is that actually in our lives we have the equal amount of faults and succeeds and, you know, boring periods. Well, actually, this is a point that will be addressed in one of the later steps in the training. We will move on to one of the next steps in these exercises. When we think in terms of kindness, that I have actually been kind to myself more than I have hurt myself. When we are going to talk about kindness, about those moments when we were good to ourselves and that they are actually more, than those moments when we were strong to ourselves. I have eaten all my life. I have, you know, I have brushed my teeth. I have, you know, slept. I have actually taken care of myself throughout my life. And if we consider that aspect of it, we have been very kind to ourselves. We have been very successful. So, as I said, success doesn't have to be dramatic. It doesn't have to be that we win a Nobel Prize. That means, if we look at it, we have been very careful about ourselves. We clean our teeth, we eat, and so on. That means, in general, we are good to ourselves more than we cause pain. And when we talk about this kindness and these successes, it's not necessarily something dramatic. I think that mostly this question is about if we compare ourselves and other people. For instance, do I really have the same amount of success as other persons? Well, that's really hard to evaluate, because the question is, how do we measure success? This is what I was referring to in my answer. Does success have to be dramatic in order to, you know, a prize in order to count as success? Yes. What we're aiming for, I suppose, is to be secure enough in ourselves and at peace enough in ourselves that we don't judge ourselves in terms of what others have done. Now, of course, the philosophy of capitalism, for that matter, is that, you know, by having competition, you compare yourselves with others and you want to, you know, do not only as good as them, but even better. And so, by comparing ourselves to others, it can inspire us to do better. That's certainly a positive aspect. But, you see, I'm thinking of in Tantra, what you want to do, one small-small aspect of it, is use a certain emotion, which could be potentially disturbing, to use it to, you know, in a beneficial way, transform it. simple everyday example, anger. Простой пример с повседневной жизни – гнев. Возможно, в обществе происходит что-то несправедливое или в семье, и мы на это сильно злимся. И из-за этого гнева мы или можем так разозлиться, что начать сбрасывать бомбы, или гнев может сподвигнуть нас к тому, что мы захотим что-то изменить, то, что происходит несправедливо, и мне это не нравится, и я хочу что-то поменять. Можно использовать силу этого гнева не в разрушительном, а в созидательном ключе. И то же самое соревнование. У этой эмоции, которую мы чувствуем, когда соревнуемся, есть определенная сила, и мы можем направить ее или на то, чтобы мы самих себе наказывали, думали, что мы плохие, или мы можем направить ее на улучшение себя. И я хочу добавить кое-что к ответу на предыдущий вопрос о мусульманах. В общем, among Shiites, there is a… I forget the name of the festival, but I witnessed it once in Tashmir, in which they have this procession, and everybody whips themselves. You know, they're either whipping just with a whip, or with razor blades, and stuff like that, and beating their chests. Yes, it's an unbelievable scene, marching in the streets. В шиитском течении ислама проводится фестиваль. Я сам на нем присутствовал один раз в Кашемире, когда люди себя избивают плетками, и даже какими-то острыми инструментами, и бьют себя в грудь, потому что они думают о своих грехах. Но… Но… Это не зависит от всего-сеха-сеха. Вы знаете, просто because you're beating yourself doesn't mean that it's self-hatred. They're doing this out of the sympathy of remembering the martyrdom of a great martyr in their religion. Ди, for a religious reason. You know… … … что мы говорим, в борьбе, которая связана с основанием всего шиитового движения. Поэтому это без симпатии, вспомнивая это, что они пытаются испытывать то же самое souffрение для себя, но это не без самостоятельности. Это ничего без самостоятельности. Но это они делают не из ненависти к себе, они таким образом напоминают себе о тех страданиях, которые перенесли мученики этой традиции. То есть в прошлом, когда эта традиция зарождалась, там зачастую ее основатели погибали трагической смертью, и люди, стягая себя плетью, они просто пытаются пережить то же самое, пытаются вызвать у себя сочувствие. То есть они делают это не из гнева на себя. Есть ли еще что-нибудь? Yes. Хотел бы узнать ваше мнение о той ситуации и как ее расценивать, если отношение к себе, понимание себя и сострадание в какой-то степени идет через других людей. То есть мне легче, например, понимать себя через других, особенно в связи с того, что вы сказали, что сначала ты, потом другие. Мне легче понимать себя и чувствовать сочувствие по отношению к себе в взаимоотношениях с другими людьми. И это соотносится с тем, что вы сказали по поводу того, что мы начинаем с себя, а не с другими. Ну, скорее, не соотносится. И это противоречит тому, что мы начинаем не с других, а с себя. И что вы думаете по этому поводу, нет ли здесь противоречия? So sometimes I feel positive feelings towards myself only in relationships with others. And in a sense it is contradictory, it seems to be maybe contradictory to what you said about that. Firstly, we need to develop a positive attitude towards ourselves and only then towards others. What can you say about it? So that only when we deal with others, then we have this positive feelings. And when we don't deal with others, then we maybe don't have. Are you saying that when you have a positive feeling toward others, that at the same time you have a positive feeling toward yourself? То есть вы имеете в виду, что когда у вас есть положительные чувства к другим, то у вас есть положительные чувства и к себе, правильно? Ну, даже к себе положительные через других. Ну, это то же самое. Yes. Ну, скорее к себе через других. То есть я не могу к себе сразу вызвать, а когда я думаю о других, это быстрее происходит. Когда я думаю о других людях, то в этом случае мне легче вызвать положительные чувства и к самому себе. Да, положительные чувства и все остальное. То есть, когда я думаю о других людях, то в этом случае мне легче сделать позитивные чувства и к самому себе. Принять и сестра, да? И к самому себе. И к самому себе. Да, это очень верно. Один из лучших способов достичь уверенности в себе и положительных чувств к себе – это быть щедрыми. Если мы делаем что-то хорошее для других или у нас просто есть добрые мысли о других, то у нас появляется ощущение уверенности в себе. Да, мне есть что предложить другим, я не бесполезен. И да, безусловно, это один из методов, которые можно использовать для развития положительного отношения к себе. Но, в том числе, я говорил, что если мы начнем с очень негативной отношениями на себе, то, чтобы прыгать от этого, до этого, до того, чтобы быть счастливыми, чтобы помогать других, для некоторых людей, для некоторых людей это возможно, чтобы прыгать от этого. Но, я думаю, что это интермедиатый шаг – это, чтобы ослабить эту самому себе. И что я имел в виду, если у нас есть отрицательное отношение к себе, сильная ненависть к себе, нам будет довольно сложно относиться хорошо к другим и делать что-то для них. В этом случае кто-то может и сможет сделать такой прыжок, а кто-то нет. И в этом случае промежуточным шагом будет развитие более нейтрального отношения к себе и успокоение вот этих отрицательных эмоций. И для некоторых людей возможно будет даже лучше сразу перейти к щедрости в отношении других. И мне вспоминается один психолог, мой друг. Он занимается проблемами подростков, трудных подростков. Они жестокие, они с большим трудом идут на какие-то компромиссы, их очень сложно воспитывать. Такое отношение к себе возникает, когда общество давит на этих людей, говоря им, что они плохие, и тогда у них возникает отождествление именно с этим. И они говорят, да, вот мы плохие, и мы вам еще покажем, какими мы можем быть плохими. И если мы поможем таким подросткам, какими мы смогли делать? и сделать хотя бы что-то хорошее, то тогда это отождествление пропадет. Подросток подумает, что да, я все-таки что-то могу сделать. И это может быть даже какое-то очень простое дело. Можно доверить ему заботу о осли или о муле, о каком-то домашнем животном. И то, что вы говорите совершенно справедливо, я с этим не спорю. Я акцентирую внимание на той проблеме, что если нам трудно помогать другим из-за того, что у нас большая ненависть к самим себе, то как нам перейти, как нам сделать этот переход? Для многих людей, которые жалеют себя, очень сложно начать помогать другим, и поэтому для них вот этот промежуточный шаг преодоления ненависти к себе может быть полезен. И в этой классической буддийской схеме это только первый шаг, когда мы развиваем положительные отношения к себе, и только уже потом, когда мы его делаем, уже дальше идут остальные шаги, а именно мы работаем сначала с людьми, которые нам нравятся, потом с теми, кто нам безразличен, и, наконец, с теми, к кому мы чувствуем отвращение. Хотя бывает и такое, что некоторым людям проще помогать незнакомцам, чем людям, которые им нравятся, потому что в этом случае у них возникает меньше эмоций, и им проще. Бывает, что человек занимается социальной работой в какой-то социальной организации, но при этом таким людям очень сложно что-то сделать в своей семье. Правильно ли я понимаю, что вот то, о чём вы говорили, развитие положительного отношения к себе ведёт к уничтожению своего «я» и своего эгоизма? И какие ещё есть методики уничтожения своего «я»? Правильно ли, что, развивая положительное отношение к себе, мы уничтожаем свой эгоизм, и какие другие методики нам могут в этом помочь? Да, уничтожить своё «я» и свой эгоизм. Правильно ли, что, развивая положительное отношение к себе, мы можем уничтожить своё «я» и свой эгоизм, и какие другие техники нам могут в этом помочь? Как я уже говорил, есть большая разница между обусловленным или относительным «я», которое существует, и ложным «я», которое не существует. И положительное отношение к своему обусловленному «я» отличается от положительного отношения к своему ложному «я». положительное отношение к своему ложному «я», «я» великолепен, «я» чудесен, ведёт к увеличению эгоизма. Положительное отношение к своему обусловленному «я» поможет нам стать более открытыми и более честными, и не только к себе, но и к другим. И в буддизме есть много методов, благодаря которым мы отрицаем своё ложное «я», другими словами, мы понимаем, что это ложное «я» не имеет никакого отношения к реальности. Например, если бы я действительно на самом деле был чудесен или был бы ужасен, то это было бы так всегда, никогда бы не изменялось. Но на самом деле это не так. На самом деле «я» не имеет ничего общего с отношением «я» — это подарок Бога всему миру. Но действительно ли «я» существует отдельно от этой мысли, «я» так чудесен? То есть это кто-то другой думает «я» чудесен? Это что-то отдельное от меня? И если мы таким образом анализируем, то мы понимаем, что вот это отождествление своего «я» с какой-то прочной установкой не имеет ни отношения к реальности и просто-напросто является мусором. Да. Могла бы я услышать ваше мнение по поводу одного понятия слова, которое сегодня произносилось неоднократно? На мой взгляд, это стало новой религи со временного мира. Что именно? Ваш пример по поводу похода в туалет был очень забавным. Но если рассматривать поход в туалет как достижение, то мы все очень успешные люди. Итак, вопрос. Что, на ваш взгляд, такое успех? Как он определяется? Это внутреннее состояние, или это все-таки социальные параметры, которые заставляют нас все время находиться в этом соревновании? И тогда, мой вопрос из твоей точки зрения, что это успех, это успех? Есть ли это какие-то внутренние ощущения? Или есть ли это просто социальные параметры? И потому что мы всегда в этом соревновании что-то для развития? Ну, там две вещи, что вы уже говорили. Что там социальные сети? Что там социальные? Я считаю свое-системные лица? Я считаю что-то обменилить себя, судя по моему счету. Существ K. Конечно, судя по-какам, И вы здесь затронули два момента Во-первых, то, что общество считает успехом или достижением И во-вторых, то, что сам человек лично считает достижением И, конечно, одно может влиять на другое То есть общественное мнение может влиять на мнение человека И, конечно, что в обществе считается успехом или достижением Различно в разных обществах В одних обществах считается успехом худощавость, в других наоборот полнота, например, в африканских странах. И здесь, с буддийской точки зрения, важно отличать буддийский подход того, что такое успех, от подхода общества. И также вы говорите о том, какое у нас внутреннее чувство возникает, и это уже отдельный вопрос. И с буддийской точки зрения успех – это достижение определенных духовных целей. И когда мы говорим о духовных целях, мы имеем в виду определенное преобразование себя. То есть мы преобразуем себя, стремясь достичь какой цели мы стремимся лучше помогать другим. И здесь дело не в том, как хорошо мы выглядим и сколько у нас денег. Есть ли у нас самая модная одежда? И каково наше отношение к этим благам? Мы можем быть счастливыми, чувствовать счастье по этому поводу, но мы не перевозбуждаемся. Это довольно спокойное состояние ума, оно уверенное в себе. Это чувство – я двигаюсь в правильном направлении. И это ощущение – да, я двигаюсь в правильном направлении, и я счастлив по этому поводу, но это не какое-то такое вау, счастье. Мы счастливы, но это не значит, что мы там гладим себя по голове, стучим по плечу и веляем хвостом. И мы не стараемся сделать из этого что-то сверхъестественное. Нам не обязательно написать заметку в газету. И признают это другие люди или не признают – это неважно. Вы уверенны в себе, чтобы знать, что вы идете в правильном направлении в жизни. У нас достаточно уверенности в себе, что даже без этого мы знаем, что мы двигаемся в правильном направлении, что мы делаем хорошую работу, и мы понимаем, что мы делаем это настолько хорошо, насколько можем, чем вот на той ступени, на которой мы сейчас находимся. То есть, есть большая разница между счастьем в отношении того, чего мы добились, и восторженных мыслей по поводу того, как мы чудесны. Мы сосредоточимся не на своем я-я-я, а мы сосредоточимся на том, что у нас все увеличивается способность помогать другим. Например, мы видим, что мы стали более терпеливы, что у нас меньше гнева, например, мы можем успешно победить со своей семьей, со всеми нашими родственниками, дядями, тетями, и ни разу не разозлиться, и это уже довольно хорошее достижение. Это успех. Я не вышел из себя, когда моя мама в очередной раз сказала мне, почему ты не делаешь это так, а это так, почему ты не зарабатываешь больше денег, почему это, почему то. Если бы мы зарабатывали больше денег, она бы у нас не спрашивала. Но, может быть, если бы мы получили больше денег, то она не спросит нас. Она никогда не будет довольна. Она никогда не будет довольна. Да. Никогда. Никогда. Это мы знаем. Давайте закончим. В буддизме мы заканчиваем посвящение положительной силы. Мы думаем, пусть все понимание и вся положительная сила, которая таким образом появилась, пусть она становится все глубже и глубже. И пусть благодаря этому мы не только преодолеем свою низкую самооценку, но будем двигаться по направлению к нашей цели, к тому, чтобы стать Буддой и наилучшим образом помочь всем. Спасибо. 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 Спасибо.